Ребята, всем привет! Как вы знаете, я очень много люблю путешествовать, а теле-2 поддерживает меня в моем увлечении. Сейчас я отправляюсь в Антарктиду, а вы регистрируйтесь на сайте и получайте в поддержку своего лайфстайла скидки и бонусы от партнеров. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь в Антарктиде. Сзади меня лежат тюлени, бегают пингвины, летают множество разных птиц. И на фоне всей этой безумно красивой природы я хотел бы с вами поделиться, как путешествие превратить в образ жизни. Я вырос в обычной семье, у нас всегда были проблемы с деньгами, семья была небогатая. И из-за этого мы никогда не путешествовали. Первый раз я поехал на море уже, когда учился в институте, на первом курсе, я закончил первый курс, продал свой компьютер и мы поехали в Крым. Соответственно, я понимал, что нужно как-то зарабатывать деньги, чтобы позволить себе путешествовать. Хотя есть множество примеров людей, которые ездят автостопами, при этом тратят какие-то небольшие деньги, зарабатывают фрилансом и всевозможными другими вещами, которые не требуют постоянного нахождения на рабочем месте. Но я хотел бы прежде всего рассказать именно свою историю. Как мне удалось хобби превратить в свой образ жизни и при этом еще на этом зарабатывать? Я бы начал с того, что для того, чтобы поступить в институт, я когда еще учился в школе, мы с ребятами зарабатывали деньги. Один из способов, очень простой, сейчас я вам его расскажу. Мы брали велосипеды, садились на них и ехали на дачи. Искали, где дачи москвичи в основном. И подходили, говорили, добрый день, извините, вам помощники не нужны, мы можем там скопать огород, покрасить дом. И зачастую многие москвичи приезжают на дачу отдыхать, а не работать там, копать огороды. И им, конечно же, было это удобно, за тысячу рублей нанять школьников, которые бы перекапывали огороды, там выкорчевывали коряги, либо красили бы дома. И тем самым мы за лето зарабатывали неплохие деньги, мы даже начинали работать ранней весной, когда еще учились в школе, на выходных выезжали на велосипедах. Зарабатывали свою тысячу в день, и это были очень хорошие деньги. Но как-то, работая у одной из женщин, она сказала, что ей нужно перекрыть крышу. Но на такую работу у нас не было знаний. И я спросил у отца, что пап, вот так и так есть колым, давай соберем бригаду. Мужиков, которые умеют это делать, и мы в результате перекрыли крышу совместно с моим отцом и еще там несколькими мужиками. И у нас организовалась такая бригада. И мы ездили все лето, работали. Я за это лето заработал 400 долларов, которые потратил для того, чтобы поступить на курсы Московского авиационного института. Там, соответственно, на этих курсах обучали, как сдать нормальные экзамены, то есть проходила подготовка. В результате чего я поступил в два института. Московский авиационный институт и Московский инженерно-физический институт. Сейчас он называется Ядерный университет. Сразу переехал в Москву, поступил с общежитием, жил в общаге. Это тоже отдельная история. Работал на множество разных работ, начиная от бармена. Один день просто все барменом отработал. С системным администратором. Настраивал ADSL модемы. Может быть, достали в те времена, когда был стрим, называлась компания. И поработав во всех этих компаниях, я понял, что нужно идти в какую-то крупную компанию. Всегда думал, что нужно открывать какой-то бизнес. И меня пригласили работать в одну из компаний. Была она с закрытым акционерным обществом. Но при развале Союза распродали все имущество. Владельцы имущества вообще уехали за границу. На них завели уголовные дела. И не осталось ничего, кроме имени. И мы пришли в эту компанию и попытались там заработать в ней денег. Первое, что было сделано, я и мой друг Александр Герасимов. Он создал сайт. И на этот сайт пришел Газпром. И выделил определенное количество денег. Для того, чтобы эта компания занималась строительством. Поставляла всю технику на Ямал. Там самое богатое месторождение газа разрабатывалось. И строилась железная дорога. Соответственно, мы начали искать технику. Мне предложили заниматься вагонами. Я согласился. И с нуля, с полного поехал. Начал искать старые вагоны. Изучать, как это вообще все. Что они из себя представляют. Как их можно отремонтировать. Какие ремонты. Какие колесные пары. Ну, то есть, всю эту техническую часть. Начал изучать. Покупать вагоны. Ремонтировать и продавать. На этом набил очень хорошую руку. Определенные связи. И так как мне зарплату платили копеечную в этой организации. Я каждый раз приходил к начальству. Говорил, ребят, я зарабатываю хорошие деньги. Купил вагон за 100-200 тысяч. Отремонтировал его за 200 тысяч. И за миллион его продавал. Поставлял его туда, на Ямал. И, соответственно, покупал по 20-30 вагонов. Зарабатывал очень хорошие деньги для компании. А мне говорили, что вот сейчас мы, подожди, заводик купим. И повысим зарплату. Мы купили три завода. Так зарплату мне никто не повысил. То есть, я начинал с 10 тысяч рублей. В результате зарплату повысили до 40 тысяч рублей. В те времена это были вообще копейки. Тем более, когда я видел, какие деньги зарабатываю я. И, в результате, я открыл свою компанию. Купили сначала один вагон с компаньоном. Отремонтировали его, продали. Купили два. Отремонтировали, продали. И так, в результате, дошли до более чем 100 вагонов. Раньше бизнес был очень прибыльный. Сейчас маржинальность бизнеса падает. Из-за того, что дорогие стали ремонты. В стране кризис. Количество перевозок уменьшилось. Количество грузов, которые нам надо возить. И, в принципе, этот бизнес не очень рентабельным стал. А так как я в детстве мало путешествую. Плюс, когда развивал бизнес, мы экономили. Даже не ходили никуда. Там, в кинотеатр я вот с женой не ходил. Она сильно на меня обижалась. То есть, я понимал, что вообще каждая сэкономленная копейка, которая вложена в вагон. То есть, мы брали без банковских денег, работали. То есть, на свои деньги. И, соответственно, мы задерживали зарплату иногда. Даже было и такое, чтобы купить еще один вагон. Еще один вагон взять, починить его, отремонтировать и уже на нем возить самому. Вот. В результате, когда я уже построил бизнес, наладил, у меня пошли определенные деньги. Я купил квартиру. Я решил, что нужно все-таки поездить, попутешествовать и посмотреть мир. И вот начал путешествовать. А так я всю жизнь снимал видео, даже еще в общежитии, когда жил. Даже на телефон снимал. У меня есть очень много старых видеороликов. Вот. Я снимал все это, начал это все дело снимать и выкладывать в YouTube. Первое, что я выложил, это была подводная охота в Астрахани. Это видео набрало там миллион с чем-то просмотров. И, соответственно, я начал путешествовать, снимать об этом видео и выкладывать это на YouTube. В какой-то момент это стало набирать какие-то просмотры, подписчики. И мне это тоже стало приносить определенный заработок. Не могу сказать, что это приносит больше, чем мой основной бизнес. Но это приносит больше удовольствия. То есть я здесь чувствую себя на своем месте. Я получаю действительно от этой работы. А снимать и монтировать видео, это действительно работа. Если вы считаете, что это очень все легко, попробуйте, возьмите камеру. Отправьтесь в какое-то путешествие. Это, во-первых, очень затратно. То есть я всегда путешествовал на свои деньги и тратил. Я потратил на это колоссальное количество денег. В тех странах, в которых я бывал, ну, просто каждая поездка обходится там около порядка 10 тысяч долларов. При этом ты едешь еще один с женой, то есть, соответственно, ты тратишь, ну, когда один путешествуешь, тратишь на порядок меньше денег. Потом я стал снимать видео не только про путешествия, да вообще изначально я снимал видео про все. Про свой лайфстайл, про какие-то интересные моменты из жизни. И Теледва всегда поддерживала мой лайфстайл ежедневными бонусами. Для того, чтобы посмотреть эти бонусы, нужно зарегистрироваться на сайте. В общем, если это видео наберет 30 тысяч лайков, продолжу эту тему, расскажу. Очень много было интересных историй из бизнеса, из института. Ну, то есть, вообще, достаточно интересная жизнь. Получается, что я всего добился сам и при этом очень часто наступал на одни и те же грабли. И этих граблей было очень много по жизни. Было множество историй. Поэтому, если вам понравился ролик, ставьте лайки, будет много лайков, много комментариев. Будет 30 тысяч комментариев, я продолжу эту тему, буду рассказывать. Постараюсь выбрать самые необычные места и буду так какое-то время, там, 15-10 минут уделять и вам, если вам это интересно. Обязательно об этом мне напишите. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом у меня все. Всем удачи и пока. Хотел помешаться.